Площадь 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 Всем здоровым силам. Потому что здоровые силы в мире это силы антиамериканские. А Эрдоган воплощает проамериканские силы. Поэтому мы надеемся, что если Эрдогана скинут и если придут власти светские силы, то пронановский, проамериканский курс в Турции будет свернут и там установится режим, который будет более дружественен для русского народа и для России. И еще раз я хочу повторить наш воздух. Везде Токсим! Везде сопротивление! Мы постоянно поддерживаем связь с коммунистической партией Турции. Непосредственно обмениваемся информацией. Знаем, что там происходит. То есть коммунисты в первых рядах, как вы знаете, не случайно на их помещениях Турции были совершены нападения, погромы, провокации. Турецкие коммунисты идут вместе с народом против реакционного режима Эрдогана. То, что он реакционный, это видно невооруженным глазом. Во внутренней политике он проводит курс на экстремизацию страны. И это все идет на фоне массовой безработицы, низких заработных вкладов, постоянной угрозы разорения самозанятых. Во внешней политике он проводит курс в интересах монополий, в первую очередь США, подготавливая, по сути дела, вооруженное вторжение в Сирию. Мы поддерживаем требования восставших. Основные требования это немедленно освободить всех, кто задержан в результате карательных полицейских операций. Немедленно придание международному суду всех, кто участвует и повинен, отдавал приказы на расправу с народом, со своим собственным. Мы поддерживаем те требования, которые направлены на снятие запретов, митингов и демонстраций в этот период. На снятие всех фильтров и барьеров, не допускающих народные силы к участию в публичной политике, к участию в выборах. Будет, пойдет ли режим Эрдогана или нет, покажет время. Мы же пожелаем трудящимся в Турции усилить классовую составляющую в народном протесте. Мы с вами Рад Франц. Для начала хочу передать привет от русских революционеров, турецким революционерам. Я подчеркиваю, от русских революционеров не тех лидеров болотных аферистов, которые ходят с Навальным и Немцовым, а тех простых ребят, которые выходят на площады своих городов и противостоят буржуазным режимам. Тех ребят, которые сидят сейчас в тюрьме. Заметьте, ни Удальцов, которые сейчас находятся под домашним арестом, ни Навальный, ни Немцов не сидит сейчас в тюрьме. В тюрьме сидят простые ребята, которые вышли когда-то в 2011 году на болотную. И от этих ребят, от нас, от русских революционеров мы хотим передать привет турецким революционерам. Турецкая революция это, конечно же, благо. Когда турки свергнут свое олигархическое правительство, мы им с удовольствием пожмем руки. Но мы это сделаем только после того, как свергнем свое буржуазное олигархическое правительство. И когда все остальные революционеры в других странах, и в Греции, и в Испании, и в Италии свергнут свои правительства, когда они наконец-таки соберутся с силами, когда они поймут, что эта власть лжет в любом ее исполнении. Будь то российская власть, которая заявляет о своих антиамериканских позициях, будь то европейская власть, которая заявляет о своих проамериканских позициях, будь то какая-нибудь турецкая власть, которая заявляет о своих исламистских позициях, когда люди поймут, что их обманывают тотально, то мы устроим всемирную революцию. И начнем эту революцию каждого из своих государств. К сожалению, у нас это движение к революции проходит не очень быстро, так как проходит оно у турок. Поэтому мы желаем туркам, чтобы они поскорее уже освободились от своих олигархов, от своих чиновников, которые уже зажрали и нас здесь в России, и их зажрали. Да здравствует турецкая революция, да здравствует революция в России. Все, спасибо. Российская коммунистическая рабочая партия приветствует рабочих в Турции. Сегодня они на переднем крае, сегодня весь мир и все рабочее движение смотрит на их и сочувствует, и поддерживает их. Сегодня наша страна безусловно отстает, поскольку нет уже в живых тех, кто знает, что такое российский капитализм. В Турции это очень близко, это очень рядом. Так же, как и в других странах, где происходит восстание людей против капиталистического права. Сегодня Америка, как всегда, наводит порядок там, где ее и быть не должно. И это значит, что это самый главный рубеж. Поэтому сегодня очень многому надо учиться у тех, кто, будучи в капиталистической стране, начинает и развивает рабочее движение. Сегодня пока рабочее движение набирает только обороты. Но не может быть ужас без конца. И рабочее движение пройдет по всей России, и мы получим тот результат, о котором сегодня говорим. Поэтому везде таксим, везде сопротивление. Везде таксим, везде сопротивление. Везде таксим, везде сопротивление. Эрдоган, Истифа, Путин, Истифа. Эрдоган, Истифа, Путин, Истифа. Таксим, Питер с тобой. 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 Субтитры сделал DimaTorzok